Продолжаем наблюдать реальность, игру, жизнь, фантазии нашего ума, эксперименты, различные роли нашего я и, конечно же, наш эксперимент, как написать книгу за 90 дней. И сегодня день 32. И сегодня мы снова говорим о теории литературы и, в частности, о стилях и типах речи. Что такое стиль? Это исторически сложившаяся система языковых средств и способов их организации в разных сферах жизнедеятельности человека. Какие стили различают? Первый стиль – это разговорный стиль. Это стиль, который мы с вами используем каждый день, когда разговариваем. Легкость, простота, специфическая терминология, лексика. Второй стиль – это стиль научный. Научный стиль подразделяет на три подстиля. Научный, научно-деловой и научно-популярный. Научный – это диссертации, научно-учебный – это учебники и научно-популярные – это какие-то статьи. Отличается каждый стиль, в том числе и научный, своей терминологией, своей специальной лексикой. Такой очень много определений, которые не всегда понятны человеку, который не связан с той или иной областью науки. Следующий стиль – деловой. Деловой стиль отличается своей деловизной четкостью, конкретностью. В этом стиле написаны все законы, все административно-правовые акты, указы, приказы. Следующий стиль – стиль публицистический. Публицистический стиль считается, что он используется в целях агитации и в целях передачи правды жизни. Это очерки статьи о каких-то реальных событиях, о каких-то реальных явлениях в жизни. Ну и еще один стиль – это стиль художественных, который мы с вами используем в написании нашей книги. Художественный стиль отличается образностью, эмоциональностью, порой экспрессивностью. И если нам сейчас нужно соединить теорию с практикой, то из всех стилей мы с вами берем художественный стиль. Смотрим, да, наша книга пишется художественным стилем. Теперь о типах речи. Типы речи выделяют описание, повествование и рассуждение. Описание – это такой тип речи, который изображает какое-то определенное место или определенного человека. Это такая статическая, одиночная картинка. Чаще всего в описательном типе речи используются существительные прилагательные наречия и повторяемость. Ну, например, небо сегодня бирюзовое, безоблачное, спокойное. Дальше, повествование. Тип речи, которые описывают какие-то действия, сменяемость событий, движения. То есть, если у нас описание – это статичная картинка, одиночная, то повествование – это у нас много-много сменяемых картинок, и это динамика. Здесь чаще всего, больше всего акцент ставится на глаголах. Приехал, двинулся, нашел и далее, далее, далее. Еще один тип речи – это рассуждение. Если описание у нас – это с вами картинка миростатичная, рассуждение – это картинки миродинамичные, то рассуждение – это у нас с вами оценка отношения автора к миру, к тому, что он видит. То есть, это не сам мир, а некоторые мысли о этом мире, мысли об этой ситуации, об этом действии, которое происходит. Итак, если мы с вами, да, и в рассуждении больше всего используется вводных слов, во-первых, во-вторых, таким образом, вследствие, так, как, потому, что. И мы с вами, как писатели, как те практики, которые пишут книгу, используем, конечно, в своей, в своем творчестве художественный стиль и типы речи, описание используем, используем, повествование используем, используем, рассуждение используем, используем. Вот можете прямо сейчас открыть свой текст, начать его читать и определять. Так, вот это описание, вот это повествование, вот это рассуждение. Но вы учитывайте то, что нет четкой разделенности этих типов речи, они все вплетены друг к другу. Вот такая теория, пишем книгу, вот такая наша практика. И что мы делаем? Мы с вами продолжаем жить, продолжаем писать нашу книгу, продолжаем наблюдать мир, продолжаем наблюдать себя. Я желаю вам быть радостными в каждом моменте, здесь и сейчас. Всем желаю удачи и до встречи в завтрашнем дне. Продолжаем.